Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас в гостях на интервью Игорь Хайдаршин, который является давним партнером компании Markets, и также по совместительству еще очень опытный трейдер, владелец, если я прав, youtube канала лаборатория денег. Игорь, большое вам спасибо, что смогли на это время в пятницу подключиться к эфиру, обсудить некоторые вопросы. Мне всегда приятно пообщаться с опытным трейдером, тем более от своих коллег. Я знаю, что этот месяц был довольно результативным в плане трейдинга для вас. Если, конечно же, есть возможность, было бы неплохо обсудить результаты вашей торговли, расскажите, если захотите. На основании чего принимали торговые решения, это интересно, потому что это реальная история успеха. Может быть, даже расскажите, на что планируете потратить эти деньги. Игорь, большое вам спасибо, что вы подключились. Ну что тогда, если вы не против, начнем тогда с классики. Первый вопрос, который задаю всем, потому что это вопрос истоков. С чего начался лично ваш путь вот в этом трейдерском ремесле? Можете рассказать? Всем доброго времени суток. Меня зовут Игорь. Ну, вообще началось знакомство с трейдингом, когда студенческие годы, это было 11-12 лет тому назад, на самом деле, мы с другом искали работу и в газете увидели, в общем, объявление, где говорилось, вот проводится обучение, да, учат торговать. Нас это, конечно, зацепило. Мы прошли обучение у одного брокера и с этого, можно сказать, что начался вот такой вот путь и знакомство с валютным рынком. То есть, получается, это 10-11 лет назад, так сказать, да? Да, да. После кризиса уже 2008 года уже прилично. То есть до этих пор рынки вас, как таковы, интересовали? То, что происходит? Нет, вообще не интересовало. Я даже особо не задавался этим вопросом. Где-то в телевизоре там показывали, да, там графики и так далее. Как это вообще на нем зарабатывать, да, непосредственно? Ну, этих знаний, конечно, не было. Ну, все-таки знали, да, какие возможности на финансовом рынке. И, наверное, тоже логичный вопрос. Прежде всего, вот что у вас заинтересовало? Валютный рынок, это может быть фондовый рынок или в целом финансовый рынок и сам факт спекуляции? Вот на них торговля на разницу цен. Ну, заинтересовалась, скажем так, спекуляция, ну и в частности валютный рынок. Понравилось то, что с помощью валютного рынка, да, можно делать деньги здесь сейчас. То бишь, не нужно что-то ждать, месяц ждать или еще что-то, когда ты можешь, ну, именно зарабатывать деньги здесь сейчас. Вот это, наверное, больше всего зацепило. Зацепило то, что ребята сидят там за мониторами, то бишь, тебе не нужно там куда-то идти на работу и так далее. Ты просто наблюдаешь, если у тебя есть определенные навыки и умения, ты зарабатываешь, сидя дома у себя, да. Главное, чтобы был интернет и компьютер. А скажите, пожалуйста, вот когда вы прошли обучение, я понимаю, что очень много на самом деле приходят на финансовые рынки через какие-то курсы мотивирующие, через какой-то рыночный практикум. То есть с тех пор вас, к примеру, научили какой-то конкретной системе, и вы следуетесь вот прям чисто ей. Или сам факт вашего прохождения обучения, он просто стал стимулом для вас, продолжит развиваться вот в сфере финансовых рынков? Можно сказать, что стал стимулом, да, хотел развиваться, видел то, что ребята делают, ну, есть определенное количество трейдеров, да, которые зарабатывают. Их на самом деле, конечно, очень мало, и хотелось попасть в их число. И постепенно начал изучать больше информации, читать книги. Ну, не скажу, что там много книг я почитал, потому что мне формат видео больше нравится, то бишь это YouTube, да. Тогда мне еще, даже, скажем так, когда я еще начинал, техники не было, там посмотреть через телефон, курсы смотрел, потом только уже сэкономил деньги, купил себе там маленький нетбук, и с него уже там начал торговлю. И за последнее время, ну, сейчас, конечно, больше информации, больше, возможно, стратегии, то бишь больше возможностей за максимально короткий промежуток времени получить те знания, на которые мне очень много времени ушло. Скажите, у вас есть ментор, знаете, тот человек, который вдохновляет, направляет, и чье мнение лично у вас, как опытного трейдера, по-прежнему интересует на финансовый рынок? На самом деле, ну, непосредственно, ну, наставника, скажем так, нету в этой области, о чем, кстати, ну, в данном направлении я еще двигаюсь, да, возможно, он у меня будет. Будет. Это для чего нужно? Чтобы, ну, быстрее еще более хорошим результатом прийти. А так, ну, есть свои кумиры, скажем так, на Ютьюбе, за которыми там наблюдаю. Вот, в принципе, наверное, вот так больше. Понятно. Игорь, а трейдинга, вот прямо сейчас, это ваша основная работа? Или вы, помимо этого, занимаетесь каким-то другим бизнесом, может быть, направлением инвестиционным? Ну, по идее, я вообще профессиональный инвестор, нужно сказать уже так. Веду свой видеоблог, консультирую людей, финанс, ну, скажем так, обучаю финансовой грамотности. И непосредственно у меня там в Телеграме есть там свой канал, где люди добавляются, спрашивают, куда там инвестировать. Да, я вот больше, больше вот в этой стези, скажем так, разбираюсь. А трейдинг, он больше, ну, идет параллельно, можно, наверное, его отнести как, ну, точный непрофессиональный трейдинг, потому что я знаю, что такое профессиональный трейдинг, но профессиональным именно трейдингом я не занимаюсь. Можно сказать, что это больше как хобби, ну, в общем, мне нравится торговать. Ну, то есть, ваш основной источник дохода – это все-таки не трейдинг, а инвестиционный? Да, 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 совершенно верно. Ну, все-таки, наверное, составляющая трейдинга, она тоже присутствует. Да, да, конечно, безусловно. Очень часто вот у сотрудников нашей компании, менеджеров, интересуется, вот какая оптимальная сумма должна быть для того, чтобы работать на финансовых рынках и, скажем, с консервативной доходностью показывать какой-то стоящий результат. Вот в вашем случае, какую сумму вы считаете для трейдинга оптимальна? Ну, это все на самом деле зависит от отношения к деньгам. Да, то бишь, для кого-то тысяча долларов – это, ну, очень большие деньги, для кого-то сто тысяч долларов – это очень большие деньги. И для кого-то там даже миллион долларов, да, это, ну, как бы не очень большие деньги. Тут зависит от отношения, от уровня того, где ты сейчас находишься, сколько зарабатываешь, сколько тратишь, и от этого уже нужно исходить. Потому что психологический уровень, когда ты торгуешь, он должен быть стабильным, чтобы той суммой, которой ты владеешь и которой ты торгуешь, сильно эмоционально тебя не выводило, когда сделка идет, какая-то просадка и так далее. Игорь, а вот ваше инвестиционное направление, оно тоже связано с финансовым рынком? С фондом, например? Да, совершенно верно. В инвестициях непосредственно получается, как, наверное, доверительное управление в большей части, это фонды, компании и так далее, проекты. И в основном деньги все делаются на торговле. Это торговля на крипторынке, на фондовом рынке, на валютном рынке и так далее. Ну, то есть, если я вас правильно понял, вы являетесь спекулянтом на рынке форекс, на валютном, и при этом вы работаете на фондовом рынке, но не инвестируя деньги, а тоже торгуя, по сути. Ну, может быть, на долгосрок, на более длительный. Нет, непосредственно я сам, ну, как бы там, акции и так далее, я там не покупаю, да, просто доверяю тем компаниям, которые там гарантируют какую-то там доходность, ну, либо пытаются гарантировать, скажем так, потому что инвестиций к нас гарантий нету, вот, просто даю под управление денег и получаю за это определенный какой-то процент. Это вот как, например, в рамках российских реалий боевые фонды, если это, например, зарубежные рынки, ETF-фонды и так далее. Нет, немножко другое, немножко с более высокой доходностью. Хорошо, а если вернуться все-таки вот к вашему трейдерскому пути, вы сказали то, что много лет назад прошли обучение. Да. Сколько потребовалось вам времени, чтобы собраться и начать уже заниматься конкретным практиком? То есть, сколько времени после того, как вас опунули в эту среду финансового рынка, до тех пор, пока вы не открыли свой первый депозит и не совершили первую сделку, сколько времени прошло? Ну, на открытие депозита не скажу, что прям так много времени ушло. Нас обучали уже там, ну, с открытием депозита. Сразу же открыли. Ну, в течение месяца, наверное, открыл, начал торговать. И, ну, и очень много, ну, чуть ли не там каждый день по 2-3 часа, вот, в течение 11 лет, если взять, то уделяю время на трейдинг. Вот. То есть, своей жизни каждый день. Вот. И можно выделить несколько этапов. В течение, наверное, 2-3 лет, как обычно, все перепробовали и различные индикаторы. Ну, пытаемся найти, скажем так, грали, да, торговли, обхитрить всех, но, как практика показывает, что не совсем это так работает. Начало понимать, приходить понимание вообще движения цены, да, если мы там рассматривали, если там раньше я рассматривал это под другим углом, сейчас это, ну, под совершенно другим углом рассматривается. Ну, и выстраивание неких шаблонов, стратегий, скажем так. Ну, стратегии, шаблон – это определенный опыт и навык. Вот, в принципе, наверное, вот это и есть. Ну, первый депозит – это, наверное, потерянный депозит. Или вы все-таки исключение? Ну, на самом деле, 300, я вот первый депозит свой помню, я вложил 300 долларов, торговал тоже, ну, там, с плечом, наверное, торговал, и к моему несчастью я с этих 300 долларов заработал 800 долларов. Почему не к счастью, сейчас объясню. Потому что я с первых же дней, ну, почувствовал уверенность, да, что, ну, некую такую, не знаю, там, халявных денег, ощущение такой игры, то, что можно вот так вот зарабатывать деньги. Ну, в итоге с этих 800 долларов, ну, чистыми заработками, да, там, я ни копеечки не снял, это все благополучно, конечно же, слил. Ну, какие-то все-таки выводы сделок, правильно ли? Ну, выводы, конечно, как всегда, каждый раз, заходя на рынок, каждый раз, любая сделка, она, да, уникальная, иногда она, ну, повторяющаяся, скажем так, но в любом случае каждый раз рынок, он разный, вроде бы одна и та же самая сделка, но совершенно по-другому, в каких-то нюансах она переигрывается. То есть контролировать риски, это вот, можно сказать, что теперь это ваши принципы после тех неудач, которые были раньше? Контролировать риски, я не скажу, что это вот над этим, наверное, каждый трейдер работает, я поэтому и не отношу себя к профессиональным трейдерам, да, потому что до сих пор еще не научился, ну, будем говорить правде в лицо, да, до сих пор еще не научился контролировать риски, объемы, да, я, скажем так, люблю торговать, ну, там, больше-больше сплеченых, больше, больше, наверное, риску, из-за этого различные результаты у меня получаются, ну, менее стабильные. Игорь, какая была самая неудачная сделка? Самую неудачную сделку я вот думал, вспоминал, знал, что этот вопрос будет, так я его и не вспомнил. Скажу лишь одно, то, что самая неудачная сделка – это когда ты начинаешь спорить с рынком, когда ты начинаешь доказывать рынку, что вот идет вот, особенно, когда это идет длинный тренд, да, и ты пытаешься поймать разворот. Вот он сейчас будет, вот он сейчас будет, и ты рынку доказываешь, что вот цена должна пойти туда. Ну, и вот это доказывание, да, ни к чему, в принципе, хорошему ей не приводит. Как практика показывает, вот в основном большие деньги, ну, и вообще депозит, да, сливается вот на таких принципах, вот на таких ошибках. Ну, наверное, на том, что трейдер не может вовремя остановить себя и сказать, что решение было неправильно, что лучше его изменить, закрыть и еще раз оценить ситуацию нынешнюю. Вот вы про это говорите, наверное. То есть вот эти вот ошибки все-таки вам, как опытному трейдеру, тоже свойственны, что заигрываешься и не следишь за риск. Игорь, наверное, один из самых важных вопросов в интервью с любым опытным трейдером, который мне довелось провести, это просьба рассказать про торговую систему, стратегию, которую вы используете. Какими инструментами пользуетесь? Я думаю, что сюда можно сразу забросить даже тип анализа, который вы предпочитаете. Смотрите ли вы на фундамент или только чистая техника, либо вы уже сторонник, знаете, как говорят, нового течения вехи трейдеров, которые смотрят на психологию и анализируют ее, то, что происходит в плане ренчатых настроений. Вот подробнее про непосредственно вашу трейдерскую акцию. Сможете рассказать, пожалуйста? Да, наблюдая за собой, я начал замечать, что больше идет мне, скажем так, скальпинг, более такие резкие заходы, резкие, резкие выходы. Это не говорит о том, что постоянно скальпингом занимаюсь, но больше получается именно скальпинг у меня. Анализ провожу технически, наверное, это все 90%, 10% это фундаментальный анализ. Торгую от уровней, у каждого, наверное, там свои, скажем так, от сильных уровней и импульсные движения и коррекция. Индикаторами и советниками не пользуюсь, хотя вот сейчас вот рассматриваю подключение уже некоторых советников, риск менеджмент, чтобы уже меня контролировали роботы и помогали. Ну, в любом случае, это ручная торговля без использования каких-то роботов, без индикаторов, без ничего. Чисто чистый график и, ну, больше, наверное, используют чисто вот в последнее время Fibonacci, очень нравится. Ну, тут я думаю, что неважно, важно, чтобы это приносило доход, да, неважно, там, каналами вы пользуетесь, там, паттернами пользуетесь, там, фигурами пользуетесь и так далее. Главное, уметь с этими инструментами работать. Вы даже сказали, что используете фундаментальный анализ. Да, фундаментальный анализ, ну, по крайней мере, я отслеживаю основные новости, которые, ну, могут повлиять, ну, сильные новости, скажем так, захожу там в календар событий, либо, так как я принципиально, скажем так, новости телевизор не смотрю, не знаю, что в мире происходит, где-то с интернета, если что-то там глобальное происходит, эта информация, ну, я получаю, доходит, я подписан там на некоторых трейдеров, и они там выставляют, скажем так, те новости, и, ну, в частности, вот, Амаркетс, да, тоже предупреждают там своих клиентов с выходом там таких или иных там навести рекомендации. Вот на этом фоне тоже, если бы там, ну, тоже, скажем так, используя вот эту новость. То есть для вас новости – это как причина не лезть в рынок в этот день или, наоборот, это возможность поймать какую-то мощь? Да, зависит от ситуации и что я хочу от рынка получить. То бишь, это если скальпинг, да, то бишь, это новости, ну, для меня, ну, не будут касаться. Если я там выстроил и, например, там собирается длинная позиция среднесрочная какая-то, то и соотношение риска и захода, скажем так, да, если она меня оптимальна, я бы там зашел на уровне новостей, да, то если меня риски там увеличивают, я, возможно, не буду заходить на рынок, подожду, по крайней мере, реакцию рынка на эту новость. Потом уже буду предпринимать какие-то решения. А прямо сейчас есть открытые сделки, на вашем счете? Прямо сейчас нет открытых сделок. Сейчас я вот, да, по инструментам, которым я вот торгую, и получается, сильно волатильные, я люблю, инструменты, это нефть, это фунт иена, евро иена, саму иену, фунт доллар, евро редко торгую, ну, иногда там азиатский, да, там, не азиатский, новозеландский доллар иногда торгую, и астралийца. Вот, в принципе, наверное, все инструменты. В основном, вот сейчас вот, наверное, фунт иена, евро иена и по нефти. Игорь, вы знаете, я, конечно, понимаю то, что деньги любят тишину, это понятно. Но я очень прошу вас все-таки, возможно, сегодня, вот мы записываем сейчас этот контент, мы разместим его на нашем канале на YouTube, выступить своего рода ментором для кого-то, кто только начинает свой путь на финансовых рынках, то не знает, с чего начать, и ищет какую-то актуальную, свежую, вдохновляющую историю. Вот, понятно, что вы сейчас перечислили большое количество инструментов, действительно очень волатильных, с очень интересным движением в последнее время. Можете, пожалуйста, все-таки немножко вот приоткрыть вот эту завесу, я понимаю, трейдерского тайнства, и рассказать о результатах вашей торговли в рамках этого месяца? Ну, на самом деле, этот месяц получился достаточно хороший в плане заработка, удалось поймать хорошее движение по нефти, скажем так, ну, либо, ну, сейчас уже рынок можно, конечно, судить уже по движению, да, как она пройдет, либо, скажем, я поймал коррекцию, да, либо это была уже, ну, либо это разворот я поймал, скажем так, вот, удалось поймать. До этого тоже были попытки, скажем так, поймать это движение, оно было неудачным, но в итоге удалось поймать достаточно хорошее движение, не один раз, два раза, и первое движение удалось заработать в районе 65 тысяч долларов, и на коррекции еще удалось заработать в районе там порядка 25-30 тысяч долларов, то бишь в течение недели получилось заработать в районе 105 тысяч долларов. Это все в рамках этого месяца, и это все на тех инструментах, которые вы, то есть, и даже на одном, на нефти? Да, да, это на одном, на нефти. А коррекцию вы имеете в виду снижение после того роста, которое было? Да, 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 да. А чем вы руководствовались, когда открывали эту сделку? Только лишь тем, что вы видели какой-то уровень сопротивления, понимали, что рынок, скорее всего, скорректируется, прежде чем будет, как сейчас, вот нефть 75 долларов, уже гораздо выше, чем это было раньше? Ну, на самом деле, нефтью очень трудно торговать, и новичку я бы, ну, не рекомендовал вообще связываться с данным инструментом, а пробовать, ну, там, более, ну, менее волатильные валюты, это евро-иена, да, а евро-иена говорю, евро-доллар, вот, по нефти руководствовался, были фундаментальные, здесь показатели еще, президент наш встречался, да, плюс еще какие-то, в общем, движение было уже ожидаемо, подтверждение движения, скажем так, я уже не на самом пике зашел, а именно с подтверждения, скажем так, сигнала никого, когда уже движение пошло, и оно уже было очевидно и видно, вот, уже залез, скажем так, в данное движение, потому что, ну, это было ожидаемо, и, ну, на этом получилось заработать. А в процентном выражении к депозиту это прирост солидный был? Процент, да, ну, в районе, наверное, 100-200 процентов. Можно сказать то, что это лучшая неделя в вашей трейдерской карьере и лучший результат? Ну, возможно, в процентах вы сами знаете, когда только начинаешь свой путь, небольшой депозит, и там ты пытаешься его разогнать, поэтому можно показать и тысячи процентов. с небольшой суммой, но в вашем это уже совершенно другой масштаб цифр. То есть в абсолютных значениях в долларах это серьезные цифры. Это, можно сказать, что это один из самых лучших результатов вашей торговли за неделю? На самом деле, наверное, нет. Если это все в процентном соотношении, да, говорить, и говорить о тех, сколько пунктов мне там удалось заработать, а если в цифровом значении, да, если это именно в деньгах, то, ну, за всю историю, наверное, одна из хороших сделок и одна из хороших месяцев. Насколько я знаю, вы эти деньги уже вывели, видимо, планируете на что-то их потратить, да? Возможно, направить в какое-то инвестиционное русло, либо новый проект. На самом деле, деньги, да, я уже потратил, можно сказать, на покупку машины. Планировал это уже достаточно давно, и как раз, наверное, трейдинг и послужило, ну, быстрейшему достижению данной цели. Эти деньги я бы и так, конечно, собрал, да, но с помощью трейдинга и с помощью этого месяца удалось прийти к цели, ну, достаточно быстро. Здорово. Это как бы визуализация во всей красе. То есть стремишься к конкретной идее, конкретной цели и достигаешь ее. В общем, все способствует и располагается. Игорь, скажите, пожалуйста, вы давно работали с компанией Амаркетс? Ну, я, в принципе, знаю ответ на этот вопрос, я не мог интересоваться, но меня даже больше интересует, почему вы выбрали нашу компанию? С Амаркетсом познакомил меня мой знакомый. Он трейдером, ну, пытался, скажем так, поторговать. Я с ним созванивался, он сказал, вот я вот торгую Амаркетс, я говорю, там какие условия. Ну, он, естественно, такой по партнерке меня там зовет. Вот. Понравилось, ну, в общем, понравились условия. Я начал больше изучать, вообще смотреть, кто у нас, скажем так, в России ведет Амаркетс, скажем так, понравились те трейдера, которые, ну, публично от лица компании, скажем так, ну, выступают, торгуют, скажем так. И, ну, и непосредственно сам функционал. Понравилось то, что вывод денег здесь происходит достаточно быстро и очень много различных способов, как и пополнения, так и выводов. Вот, наверное, больше всего. Ну, и понравилось по спреду, по-моему, тоже вот когда вот именно вот начинал, до этого я работал с другими брокерами. Ну, скажем так, параллельно я вот торговал, а сейчас, по-моему, сейчас вот торгую только с Амаркетс. Благодарю вас за лестный отзыв. Очень, конечно же, приятно. Игорь, и еще буквально пару вопросов, долго не займу вас. По поводу вашего проекта «Лаборатория денег» канал на YouTube. И, возможно, идет где-то прям рядом телеграм-канал, может быть, даже тема такая же, да? То есть, суть этого канала, контента, который вы там готовите, готовите ли вы контент, это какие-то обучающие курсы, или вы делитесь своим видением, мнением о чем-то? Можете рассказать? Ну, канал, он создан для вещания, да? То бишь, я показываю людям, как я зарабатываю, собственно, лично деньги. То бишь, я показываю нажимать, какие кнопки нужно нажимать, куда нужно регистрироваться, какими суммами туда нужно заходить, то бишь, какую стратегию выбрать, то бишь, это не одно направление, там, да, несколько направлений и так далее. В канале я больше рассказываю, ну, скажем так, больше мотивационное, да, какое-то обучение, мой разговор и так далее. Ну, и технически, как это я это все делаю. То бишь, я показываю там свой личный кабинет, сколько у меня там в личном, ну, то бишь, я человек абсолютно открытый, и в своем канале я это все вот показываю. Вот показываю, вот у меня здесь вот столько-то денег, удалось там заработать за столько-то, столько-то, и вы можете, скажем так, повторить тот же успех, да? В Telegram-канал уже собирается более узкий круг, да, те уже люди, которые, ну, максимально интересен мой контент. В Telegram-канале уже более точные, скажем так, в течение дня могу там какие-то мысли озвучить, возможно, какие-то сигналы там на покупку и так далее. А сейчас, потому что, ну, крипторынок очень развивается, он тоже волатильный на этом, тоже зарабатываем. Вот. В принципе, именно Telegram-канал создан для этого, чтобы давать более, ну, более тесное общение со мной, наверное, можно сказать. Вы вот сделали акцент на крипторынок, то есть тематика YouTube-канала и Telegram-канала – это крипторынок? Нет, совершенно нет. Как я уже и говорил, мы зарабатываем как на крипторынке, мы зарабатываем и на пирамидах мы зарабатываем, мы зарабатываем на фондах. В общем, на том, на чем можно зарабатывать. Ну, у нас больше, конечно, более, ну, высокорисковое, можем сказать, на среднерисковое. Понятие рисков у каждого, в принципе, оно тоже, ну, тоже различное, да, у кого-то, у миллиардеров, например, там, зарабатывать 30% годовых, да, это, ну, как бы, это большие риски, наверное. Если они, там, зарабатывают, там, 5% или, там, 3% в год, да, главное ведь им, там, не потерять даже деньги, чтобы их сохранить, скажем так. А тем людям, у которых, там, капитал достаточно маленький, для него, там, доходность, там, 6%, может быть, там, низкая, да, и так далее. Поэтому у нас более, ну, средняя доходность у нас в районе от 15% до 30% в месяц получается. Ну, то есть у тех проектов, о которых вы рассказываете, а не у вас? В совокупности, да. То есть мы начали с вами беседу с того, что вы рассказали, что трейдинг, инвестиционные направления. Вот как раз вот это инвестиционное направление, если кому будет интересно с ним ознакомиться, через ваши ролики на YouTube это можно сделать и понять, во что выкладываете деньги. Да, совершенно верно. Игорь, и последний вопрос, тоже он традиционный для заключения. Можете что-нибудь, пожалуйста, посоветовать начинающим трейдерам, которые только вот встают на пульсе, трейдерский пульсе? Что нужно учесть? Зачем не нужно гнаться? Что нужно иметь в виду? Несколько советов вот с высоты вашего опыта. Ну, на самом деле, если вы хотите быстро прийти к результату, да, а, наверное, все этого хотят, быстрых результатов здесь нету, но все же есть некоторые, скажем так, лайфхаки, которые можно использовать. Это найти наставника. Если у тебя есть наставник, можно… Наставник – это тот человек, непосредственно, который зарабатывает. Это не тот наставник, который три месяца зарабатывает, потом из них восемь теряет, грубо говоря, и так далее. Тот человек, который живет на рынке, живет с рынка, желательно найти такого человека открытого, который готов делиться с тобой информацией, готов предоставлять тебе видеоуроки, контент, так далее, мотивировать тебя. Вот желательно, наверное, найти наставника. Это первое. Второе. Больше изучать самому информацию, то бишь рассматривать, ну, выбрать, наверное, правильный, изначально сразу правильный подход, потому что в голове начинает формироваться та, скажем так, семечка, да, которая будет прорастать. Если это неправильная семечка, да, и результат будет неправильный. Нужно изначально заложить себе хороший фундамент. Не гнаться за большими процентами. Лучше по чуть-чуть, но стабильно, вот скажу, наверное, вот так. Ну, и постоянно обучаться, развиваться. И лучше, наверное, даже торгуются, ну, не в одиночке, а в команде, например, там, не знаю, там, с другом найти, ну, скажем так, начать обучение, прохождение, да, там, или в какую-то команду, если есть такая возможность. Ну, наверное, вот такие вот основные аспекты. Про деньги. Ну, тут, я думаю, что неважно, какой у тебя там депозит, главное получить тот навык, понять, что здесь работает, что не работает, и уже эти знания и опыт применять уже для любых сумм. Игорь, большое вам спасибо за открытость, за такие глубокие ответы. Напоминаю, друзья, то, что сегодня у нас в гостях был Игорь Хайдаршин, партнер, опытный трейдер, который совсем недавно, в рамках этого месяца, и я, пожалуй, даже сужу этот временной интервал, в рамках недели, которая была совсем недавно, заработал 100 тысяч долларов. Игорь, большое спасибо за интервью. Да. Всего доброго. Всем пока. Спасибо.